Я, шалом дорогие друзья, мне очень хочется поделиться с вами пониманием, очень важным пониманием, которое я получил от главы своего Колеля, от места где я учусь, от директора Колеля по имени Рав Илья Уилани. И, в принципе, это нужно было рассказать на прошлой неделе, потому что это касается прошлой недельной главы. Но лучше поздно, а как никогда, как говорится, и это очень важная вещь, поэтому я считаю своим долгом рассказать вам это, чтобы каждый знал, на что ставить акцент. Итак, всем нам известен фрагмент истории, когда Всевышний приходит навестить Авраама. И что происходит? Авраам общается с Творцом, и это происходит на третий день после того, как Авраам сделал обрезание. Из этого, кстати, насколько я помню, мудрецы наши выводят заповедь Бекур Хулим, навещение больных. И вдруг, в середине этого потрясающего визита, что происходит? Авраам видит трех простых людей, трех каких-то идолопоклонников, которые поклоняются пыли на своих ногах, так пишут наши мудрецы. И об этом написано в Торе так. И поднял Авраам глаза, написано, и поднял глаза, да, имеется в виду Авраам. И поднял глаза, и видит, перед ним стоят три человека. Заметив их, он побежал к ним, он побежал навстречу к ним от входа в шатер, и поклонился до земли. Это написано в Берешит, Перек 18, Пасук 2. Итак, Авраам видит трех простых странников, которые идут по дороге в исключительно жаркий день. Они выглядят очень просто, даже презренно. Это люди, как я говорил уже, которые поклоняются праху на своих ногах. Но что делает Авраам? Он прерывает посещение Творца для того, чтобы принять новых гостей. Интересно, что он не просит их подождать, пока Всевышний закончит свой визит. Он не ожидает, что они будут его ждать. Наоборот, наши мудрецы учат, что Авраам обратился к Творцу и попросил его подождать, пока он, Авраам, закончит прием гостей. Из этой истории мы учим Аллаху на все поколение. Велико гостеприимство больше, чем принятие шхины. Это написано в трактате Шаббат, лист 127 бет. Представляете? Прием гостей, встреча их с радостью и забота обо всех их нуждах велики более, чем общение с самим Всевышним. Естественно, эти слова наших мудрецов требуют объяснения. Почему они так постановили? Как наш праотец Авраам пришел к такому выводу, что ему нужно прервать визит самого Творца? Объяснение таковое. Авраам узнал о Творце самостоятельно. Он исследовал, искал и проверял до тех пор, пока не пришел к выводу, что есть Творец. И когда он узнал Творца, он понял, что воля Творца, чтобы мы действовали. Всевышний не ожидает над нас, что мы удовлетворимся внутренними духовными инсайтами и возбуждающими метафизическими ощущениями. Он хочет, чтобы мы сделали этот мир лучше. Иудаизм не остается только в Синагоге или в Батмидраши, в Доме Учения. Свет Торы должен побудить нас встать и сделать действие. Помочь, поддержать, посодействовать. Придать силы тем, кому необходима наша поддержка, и поставить на ноги всех, кому нужна помощь. Когда Авраам сидит в шатре и удостаивается визита Творца, он видит вдалеке трех людей, которым необходима помощь. И тогда он делает внутренний расчет, что именно Всевышний ожидает от него. С одной стороны, он переживает потрясающее озарение, чудесные, редчайшие ощущения, которые, возможно, никогда не повторятся. С другой стороны, то есть есть люди, которые в нем нуждаются. Что выбрал Авраам? Ощущение личного удовлетворения или возможность перевести волю Творца в практическую плоскость. Выйти на дорогу и действовать. У Авраама нет сомнений. Велико гостеприимство. Действенное выражение, каждодневное исполнение заповедей Творца и способность поднять мир, они более велики. Даже более, чем принятие шхины. Добавлю от себя, что важно соблюдать гармонию между изучением Тора и соблюдением заповедей. Правило таково. По еврейскому закону, человек, который изучает Тору, может отвлекаться только на те заповеди, которые некому, некому, кроме него, исполнить. Такова была ситуация Авраама со странниками. Если есть вопросы, дорогие друзья, я буду рад ответить. Шалом Яна. Шалом всем, кто меня слушает в этот поздний час. Шалом всем, кто меня слушает в записи, будет слушать в записи. Хорошо, дорогие друзья. Я был рад быть с вами. Я желаю нам всем постоянно делать этот мир лучшим. И чтобы мы удостоились это делать в радости, здоровье и изобилии. Будьте счастливы. До новых встреч, дорогие друзья.